Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это разговор о Евангелии от Луки, представленный в рамках проекта портала экзегет.ру. И сейчас мы поговорим об 11 главе Евангелия от Луки, вернее, о самом начале, о самом первом фрагменте этой главы, потому что в начале 11 главы Евангелист Лука помещает молитву «Отче наш». И это чрезвычайно важная вещь, собственно, это единственная, всерьез говоря, молитва, которую Господь Иисус предлагает своим ученикам. О содержании этой молитвы написаны огромные тома, и понятно, что действительно это содержание достаточно глубоко и объемно. Но хотя бы в самом первом приближении попробуем посмотреть на то, что же это такое. Во-первых, заслуживает внимания сам по себе вопрос, с которым начинается разговор. Дело в том, что ученики приступают к Господу Иисусу и говорят ему, научи нас молиться, научи нас молиться так, как Иоанн научил учеников своих. И вопрос этот, собственно, опирается на достаточно простой исторический факт. Дело в том, что молитвенная культура в народе Божьем, с одной стороны, существует долгие столетия, и представлено удивительными песнопениями, гимнами, пророческими текстами, прославляющими Бога. Но в бытовой повседневной практике большинство людей, за исключением использования псалмов, молятся своими словами. И лишь за короткое время до Рождества Господа Иисуса Христа, где-то в середине ориентировочно, может быть, в первой половине минус первого века, фарисеи, которые были людьми с весьма специфическим сознанием, они решили, что нужно ответить на вопрос о том, что значит исполнить молитвенный долг, что нужно сделать для того, чтобы считать себя в достаточной и должной мере помолившимся. И в качестве ответа на подобный вопрос фарисеи изобрели такой феномен, который в сегодняшней нашей жизни называется молитвенное правило. Да, вот оттуда оно происходит. Но это еще ко времени описываемых событий, а разговор, по-видимому, происходит где-то в 1928 году. Да, разговор Господа Иисуса с учениками. Вот эта фарисейская практика далеко не стала общепринятой и совершенно не очевидна для большинства израильтян, что это в самом деле правильно, что молитвенное правило – это именно то, как должна быть организована, так сказать, молитвенная жизнь, как должен быть устроен делом с Богом у нормального человека. Судя по тому, что ученики вынуждены к Господу Иисусу с этим вопросом приступать, он, скорее всего, не имел в виду предлагать своим ученикам этого молитвенного правила. Обратите внимание, что инициатива исходит от учеников, а не от Господа Иисуса. Но все же, будучи спрошен об этом, он предлагает им некоторый исключительно компактный текст. Кстати сказать, попытки обратного перевода молитвы от Чинаш на арамейские и древние еврейские языки свидетельствуют о том, что, скорее всего, можно даже с уверенностью это утверждать, что, скорее всего, это был текст стихотворный, стихотворный, да, поэтический текст, который представляет собой некоторый конспект того, что может входить в этот наш диалог с Богом, о чем может происходить диалог между Богом и учениками Господа Иисуса Христа. И вот по содержанию Господь Иисус предлагает своим ученикам следующее. Начинается молитва от Чинаш с обращения от Чинаш, сущий на небесах. И для русскоязычных людей важно обратить внимание на то, что не бросается в глаза в русском переводе, да и в славянском тоже. Это то, что в данном случае Иисус предлагает обращаться к Отцу Небесному по имени. Сущий в данном случае – это не что иное, как имя Божие, которое было переведено на греческий язык как «хоон», и, соответственно, на русский язык и на славянский тоже переведено в виде «тот, кто есть». Но на самом деле, конечно, Господь предлагает своим ученикам обращаться к Богу по имени. Это личный диалог, разговор между лицом и лицом. И это, в общем, чрезвычайно важная вещь, потому что часто нам кажется, что молитва «Отче наш» начинает с словами «ну вот ты тот, который где-то там в небе что-то есть». На самом деле совершенно не так. Совершенно не так. Господь предлагает своим ученикам обращаться к тому Богу, который сам открыл себя народу Израилеву, к Богу Библии. Сущий Иахве – тот, кто назвал себя, тот, кто открыл людям возможность диалога с ним. Это очень, конечно, серьезная вещь. И дальше Господь предлагает ученикам некоторые фразы «вот, да светится имя твое, да придет царство твое». И здесь, во-первых, чрезвычайно важно, что имя Божие, вот то самое имя, которое мы называем в первой строчке молитвы «Отче наш», это великая святыня, которая подарена нам как очень щедрый и совершенно незаслуженный дар Божий, это возможность обратиться к Богу по имени. И это святыня, по мнению современников Иисуса, апостолов в том числе, это святыня, в которой некоторым непостижимым образом действительно мы прикасаемся к тайне Бога. И вот дальше Господь говорит, молитесь, говоря, да придет царство твое. Как и, кстати, в общем, принято в иудейской поэзии, вообще в семитской поэзии тех времен и тех языков, здесь часто одну и ту же вещь стараются сформулировать несколько по-разному для того, чтобы показать объемность явления. Поэтому да придет царство твое, да будет воля твоя на земле, как на небе, это два способа сказать об одном и том же, способы, оттеняющие друг друга. И вот Господь говорит о том, что, может быть, основная задача человека в этой молитве – согласие на царство. Пусть оно придет. Да, я согласен. Дело в том, что Бог не приходит туда, куда его не зовут. Как бы тяжко нам ни казалось, как часто мы мечтаем и надеемся, и потом обижаемся на то, что Бог вот он не видит, не слышит и не вмешивается в мою трагическую ситуацию, но он не приходит туда, куда его не зовут. Поэтому при всей банальности выражение «пусть придет царство твое» абсолютно жизненно необходимо. Без него невозможно никак обойтись. Если ты не в состоянии, не говоришь этого Богу, то ничего не получается. Поэтому это не просто, как сказать, просьба, потому что, как сам Господь потом скажет, знает Отец ваш Небесный, значит, в чем вы имеете нужду. Это поступок выражения Богу, согласия на то, чтобы он действительно был нашим Богом, господином нашей жизни. Очень, повторяю, серьезный нравственный поступок. И вот Господь продолжает, говоря, «Пусть воля твоя на земле осуществляется так, как на небе». Между прочим, это подразумевает, что мы просим и соглашаемся на приход царства в эту реальность, где мы сейчас существуем. Опять-таки, наши стереотипные и совершенно ошибочные представления подразумевают, что царство небесное – это где-то там, на облаках после смерти когда-нибудь. Да, и обычно, если говорим «царство небесное», еще дальше добавляем «вечный покой». Но то, что Господь Иисус говорит о царстве, вообще не об этом. Пусть оно придет сюда. Царство Божье – это не там, где чудный климат, порхают серафимы, нектары амброзии. Это в Эллинском парадизе, на горе Олимп, где всякие там боги без штанов шныряют. Вот там может быть и нектар, и амброзия. Но царство, о котором говорит Евангелие, оно здесь, на земле. В него невозможно войти нигде в другом месте, только в этой жизни, только на земле. И поэтому мы просим, чтобы воля Твоя осуществлялась здесь. Ведь главное отличие царства Бога от всего остального заключается в том, что в царстве Божьем Бог главный, и Его воля реализуется беспрепятственно. Мы просим, чтобы в нашей жизни, здесь, куда мы зовем Его, воля Божья реализовывалась беспрепятственно, здесь, на земле, так, как это происходит на небе. Это тоже очень важная вещь, потому что совершенно свободной эта молитва оказывается от каких бы то ни было эскапистских настроений и попыток избавиться от этой жизни, от этого мира. Ну вот, и дальше следующее прошение этой молитвы, тоже исключительно сложное и почти не поддающееся переводу. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». И дело в том, что у этого выражения есть простой, прямой и понятный смысл. Конечно, мы просим Бога о хлебе, о том, что поддерживает нашу жизнь. Хотя снова повторю, что Господь говорит потом о том, что Отец Ваш Небесный знает, что именно вам нужно. Но, тем не менее, конечно, мы просим Бога о том, чтобы Он даровал нам пищу. Ну и в современном мире подразумеваем, в первую очередь, возможность заработать, конечно же, на эту пищу. Но вместе с тем, по крайней мере, греческий текст молитвы «Отче наш» не дает нам права ограничиться вот этим простым линейным пониманием этой фразы. Потому что в греческом слово, которое мы обычно переводим как «насущный», в смысле жизненно необходимый, устроено несколько сложнее. И, может быть, правильно было бы попытаться перевести его как «хлеб жизни», то, что питает полноту человеческой жизни, не чисто физиологический источник энергии белков, жиров и углеводов, а то, чем действительно питается сердце человека, как у экклезиаста есть в одном месте такое выражение. Он говорит о том, что все труды человека для рта его, сердце же его остается без насыщения. Так вот, «хлеб наш насущный» может быть это тот хлеб, который мог бы насытить человеческое сердце. Иногда это слово пытаются перевести как «надсущный», но, в общем, по-русски это ничуть не более понятно и гораздо менее правильно грамматически. Трудное слово, трудное, которое мы, с одной стороны, привыкли произносить каждый день, а, с другой стороны, его трудность заставляет нас задумываться над этим словом. И финальное, последнее, несколько строк, несколько прошений молитвы отчина, где Господь предлагает своим ученикам просить у Бога прощения, просить прощения и помощи в том, чтобы удерживаться от зла. Потому что, ну, ведь, понимаете, ученики Иисуса призваны жить в реальности, в реальности, в той настоящей жизни, какая есть. А не в какой-то выдуманной красивой картинке. А в реальности мы совершаем грехи, ошибаемся и часто оказываемся перед нравственным выбором, который нам вообще не по силам, который мы не можем сделать правильно. И, собственно, вот не введи нас в искушение, прости нам грехи наши, это просьба о помощи именно в этой реальности нашего несовершенства. Но и здесь содержится тоже чрезвычайно важный нравственный поступок, как и в призывании Царства Божьего. Потому что если мы Бога призываем и соглашаемся на это Царство, нам необходимо сделать хотя бы какое-то движение, чтобы в него войти. И заключается это движение души человеческой, этот поступок в словах, как и мы прощаем должникам нашим. Очень нелегко бывает реализовать это в своей жизни, сделать так, чтобы эта просьба в молитве «Отче наш» и в самом деле была правдой тем, что ты действительно делаешь в своей жизни простить. Нам гораздо легче сказать, что мы прощаем должникам нашим, чем в самом деле это сделать. Но тем не менее, когда мы произносим эту молитву, которую Иисус предлагает всем своим ученикам, мы пытаемся это сделать, пытаемся, просим Богу помочь, чтобы это не было, не оставалось только пустыми словами. И в завершении, еще давая некоторые разъяснения этой молитвы, Господь говорит удивительную вещь о Боге. Он говорит, что всякий просящий у Бога получает, ищущий, находит. Тот, кто стучится в Царство Небесное, ему отворят. Это очень серьезная вещь, к которой он несколько раз возвращается. Он говорит о том, что сердце Отца Небесного открыто к нам, и он ждет, чтобы мы действительно пришли к нему. Дальше, продолжая собирать вместе разные фрагменты разговоров Господа Иисуса с учениками и с окружающими его людьми, Евангелист Лука рассказывает некоторые истории о том, как Господь действует. В первую очередь, вот он говорит о том, что однажды Господь изгнал беса. И это вызвало распри, вызвало споры, потому что кому-то кажется, что вот Иисус изгнал беса, совершил какое-то такое исцеление, после которого человек тяжко больной вдруг стал нормальным, вдруг стал здоровым. И кажется, что это чудо Божие. Другим, кому меньше нравится Иисус, кажется, что нет, он изгоняет бесов силой князя Бесовского. Кстати, это ведь очень показательный момент, потому что нельзя сказать, чтобы обсуждающие эту проблему были экспертами в вопросах князей Бесовских и технологии изгнания бесов. Ну, что мы можем в этом понимать? На самом деле, отношения это определяется в гораздо большей степени, если не целиком, тем, как они относятся к Иисусу. Как они относятся к Иисусу? Это действительно ведь очень важный и для Евангелия совершенно центральный определяющий момент. И вот Господь говорит о том, что, собственно, Лука приводит некоторый фрагмент дискуссии, и, по-видимому, идеи и аргументы в этом фрагменте представлены далеко не подряд. Тем не менее, можно увидеть, как Господь говорит о том, что, ну, хорошо, если яд может быть и силой князя Бесовского, а вот обычные люди ваши, братья, такие же, как вы, как они это делают. И говорит слушающим и спорящим, что на самом деле, конечно, это знак того, что достигло до вас Царство Божье. Помните, в начале Евангелия Господь выходит на проповедь и говорит о том, что Царство Божье теперь близко. Вот достигло до вас Царство Божье – это другой способ выразить ту же самую идею. Царство Божье не где-то теперь в абстракции, далеко, непонятно где, непонятно когда, а вот оно рядом в нашей жизни, достигло до нас Царство Божье. И заканчивает эту часть разговора Господь Иисус очень известными словами «Кто не со мной, тот против меня, кто не собирает со мной, тот растачает». В первую очередь обязанность христианина отличать вот эту фразу от того, что Господь говорит ученикам. Потому что ученикам-то Он говорит «Кто не против вас, тот за вас». Очень часто нам кажется, что все, кто с нами в чем-то не согласны, они все там против Иисуса и растачают. Нет, совершенно об этом речь не идет. Господь Иисус говорит, повторяю, о том, что на самом деле определяющим фактором в отношении у человека с Богом, в отношении у человека с чудесами, в отношении спасения – это то, как Он принимает Иисуса. Не друг друга, не нас с вами, учеников или кого-то еще, а именно Иисуса. В этом смысле Иисус, без сомнения, совершенно исключительная личность. Потому что взаимоотношения человека с Богом проверяются на взаимоотношениях человека с Иисусом и больше ни на чем другом. Это очень важно помнить. Во-первых, чтобы не ставить себя на место Иисуса и не пытаться за Него там обижаться или оскорбляться. А во-вторых, себя, не других, а себя проверять. В самом ли деле мы с Ним, и в самом ли деле собираем мы с Ним, а не растачаем. То есть это вопрос, который следует задавать себе и никому другому. И дальше Господь рассказывает удивительную притчу, коротенькую, о том, что очищение сердца, которое теми или иными путями происходит, дается человеку иногда в результате громоздких подвигов, это на самом деле еще полдела. Он говорит о том, что нечистый дух выходит из человека, и если сердце не наполняется чем-то живым, подлинным и настоящим, не наполняется, собственно, присутствием Бога во Христе Иисусе, то вернется не только тот нечистый дух, который вышел, но еще семь злейших. И будет для того, чтобы человек последний хуже первого. Вот это еще один аспект того, что Христос говорит о себе. Именно недостаточно просто заставить себя удерживаться от очевидных подлостей. Это надо делать, иначе ты не будешь иметь право считать себя человеком, а останешься бесшерстным бабуином. Но это еще не значит подняться к небу. Потому что для этого необходимо принять Христа действительно лично Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь, как самое главное. Теперь еще здесь евангелист Лука приводит некоторые слова Христа, это, по-видимому, одно из довольно многих пророческих слов Христа, когда он говорит о знамениях, в частности, о знамении он и пророка. Дело в том, что нам же ужасно интересно увидеть что-нибудь необыкновенное. Это очень человеческое свойство. И в современном мире есть все-таки телевизор, а в древнем мире телевизора не было. И поэтому там с развлечениями было все гораздо сложнее. Посмотреть что-нибудь увлекательное у них не было возможности. Да, и сериалы тогда не снимали. Поэтому всем хотелось увидеть что-нибудь необыкновенное. Хотя нередко за этим стояли и менее безобидные вещи. Скажем, те же фарисеи часто требовали доказательства. Сотвори чудо, сотвори знамение, знак, который будет для нас доказательством того, что ты исшел от Бога. Буквально в греческом переводе Лука, как и синоптики, используют здесь слово «динамис», которое означает проявление силы. Вот покажи нам что-то такое, в чем явится сверхчеловеческая сила. Вот что значит «люди ищут знамения». И Иисус говорит удивительную вещь. Да, род человеческий ищет знамения, но не даст ему никакого другого знамения, кроме знамения он и пророка. Обратите внимание, что почти во всех случаях, когда Иисус совершает чудеса, он говорит исцеленным, тем, кто оказывается свидетелем, объектом этого чуда, никому не рассказывай, никому не рассказывай. Иисус принципиально подчеркнутый, в общем, практически всегда, за редчайшими исключениями, практически всегда отказывается использовать чудо как некий миссионерский аргумент. «Да, он ни в коем случае не будет говорить, пойдите, посмотрите, какие там снисходят с неба знаки». Нет, нет, что-то другое необходимо с его точки зрения для того, чтобы человек в сердце своем встретился с Богом. И вот, говоря о проявлениях силы, о знамении, он говорит, не будет другого знамения, кроме знамений Ионы Пророка. Ну и Лука этого не делает, а евангелист Матфей расшифровывает в этом месте, что имеется в виду. Знамение Иона Пророка заключается в том, что как Иона был три дня в очреве кита и вышел оттуда, так Спаситель, будучи погребенным, в третий день восстанет из земли, воскреснет. Стало быть, речь идет о знамении воскресения Господа Иисуса Христа. Для христиан, во-первых, все-таки очень важно услышать, что Иисус говорит, что никакого другого знамения нам дано не будет. Никакого другого. И это, в общем, довольно на практике оказывается трудная вещь жить по этому слову, потому что нам все время хочется опереться на какие-нибудь известные чудеса. Во-вторых, мне кажется, надо увидеть, что разговор о воскресении, он ведь не отделим от смерти, значит, он начинается задолго до того, как эта перспектива гибели и воскресения становится понятной окружающим. Сам Господь видит ее и в каких-то формах пытается говорить об этом со своими учениками, со своими слушателями. И еще в Евангелии от Луки, в отличие от Матфея, Христос поясняет, говоря, что как Иона был для Ниневии, так сын человеческий будет для человеческого рода в целом. Иона пришел в Ниневию, свидетельствовал о правде Божьей, и, в общем, его практически никто не услышал, и он сбежал, и лишь потом, после чуда, вернулся и проповедовал. Иона – это человек, который приходит только потому, исключительно потому, что такова воля Божья. Собственно говоря, смысл этого литературного произведения, а сама по себе книга пророка Ионы по жанру представляет собой притчу, конечно же, смысл в том, что пророк приходит не потому, что ему вздумалось, ему взбрело это в голову, а потому, что такова воля Божья о спасении людей. И заключительная фраза этой книги, в которой Иона обиделся на Бога за то, что он пожалел ненавитян, да, который не послушали проповеди и смилостивился над ними, Бог говорит пророку, «Мне ли не пожалеть Ниневию, город великий, в которой сотни тысяч человек?» Вот на самом деле книга пророка Ионы – это книга о пощаде, о том, что сердце Бога жалеет людей. И, может быть, по крайней мере, в отличие от Матфея, для Луки важно именно это. Знамение Он и пророка – это знак того, что сердце Божье жалеет нас, жалеет нас, и открывается нам это в жизни, в слове, в смерти и воскресении Господа Иисуса. Заключительная часть 11 главы Евангелия от Луки посвящена некоторому диалогу Господа с фарисеями, которые все время вокруг Него присутствуют и, по крайней мере, в первой половине Его служения, уж во всяком случае до весны 29-го года, часто обращаются к Нему с разными вопросами. Им действительно интересно Его мнение. И вот в некоторой ситуации фарисей увидел, как Иисус, придя в дом перед обедом, не совершил традиционный, обычный, положенный с точки зрения религиозного закона обряд очищения. И вдруг здесь выясняется, что к тому, к тому, что мы называем обычно очищением, чистотой или нечистотой, Иисус относится совсем не так, как фарисеи, уж тем более не так, как большинство людей древнего мира. И Он говорит о том, что на самом деле в первую очередь важна чистота сердца, чистота внутренняя. Он говорит о том, что тот, кто сотворил внешнее сотворил и внутреннее. И важно, что в человеческом сердце. В других местах Он еще и говорит, что на самом деле одно с другим тесно связано. И внешность, внешняя сторона жизни, соблюдение тех или иных правил, часто происхождение, которых для нас неясно, и целеполагание недоступно, это лишь малая часть, менее важная, менее важная, чем чистота души, чем чистота сердца. При этом Господь вовсе не имеет в виду, что вот эти внешние вещи совсем не важны. Напротив, Он говорит, этого не надо было оставлять, но в первую очередь следует думать о внутреннем, о суде и любви Божьей. Продолжая этот разговор, Он говорит, что вы, фарисеи, в первую очередь думаете о том, чтобы формально соблюсти тельные предписания. А на самом деле важен суд и любовь Божья. И это действительно определяет и судьбу человека, и содержание его жизни. Собственно говоря, в этой дискуссии, которая здесь слегка, отчасти пунктиром намечена, уже содержится грядущий неразрешимый конфликт между фарисеями и Господом Иисусом. И продолжая этот разговор, Он обращается к книжникам, которые тоже здесь присутствуют, и говорит о том, что вот вы налагаете на людей бремена неудобоносимые, которые сами двинуть перстом не хотите. Речь идет о том, что профессиональные верующие той эпохи, фарисеи в первую очередь, и книжники тоже, это были две разные категории, были уверены, что, ну, они знают, как правильно исполнять закон, а для всех остальных они придумали некоторый свод простых, понятных, ну, условно говоря, понятных для неграмотного народа правил, за которыми, собственно, суд и любовь Божья уже совершенно не видны, но с точки зрения фарисеев, если ты эти правила исполняешь, что можешь считать себя правым перед Богом. Вот это, собственно, и называлось устная тора, а в Евангелии обычно это обозначается выражением предания старцев, предания старцев. Да, некоторый кодекс, свод правил, соблюдая которые, человек может разрешить себе считать себя праведным перед Богом. Да, фарисеи не считали обязательным для себя уж так строго соблюдать устную тору, потому что они, в отличие от простолюдинов, знали закон. Но вот Христос говорит им о том, что так не получается, невозможно, во-первых, при помощи внешних правил соблюсти действительно праведность пред Богом. Иисус категорически не согласен с самой по себе идеей устной торы. То, что он возвещает своим современникам, своим ученикам, и нам с вами, это что угодно, только не свод правил. Вот, и естественно, почти естественно, что это вызывает ужасное негодование у фарисеев и книжников.